Бокертов! Доброе утро! У нас очередной третий урок. В понедельной главе Торы ТЦВ мы смотрим, что в этой главе содержатся четыре повелительных заповеди. Мы знаем, что заповеди делятся на повеления и запреты. Повеление у нас 248, запретов 365. Вот четыре повеления в этой главе мы учим. Первое повеление это заповедь содержать в порядке минору, светильник. Вторая повелевающая заповедь это одежды коинов, священников. Третья заповедь это заповедь о жертвах повинных и грехов очистительных. И четвертая заповедь это воскурение благовоний. Мы уже с вами говорили о заповеди миноры, о одеждах коинов. Теперь мы поговорим о вступлении в должность коинов. В данном случае всю работу коина выполняет сам Маше. Так Всевышний ему повелел. привели в храм быка. Это жертва греха очистительные преступления в должность. И взяли пресные хлебы. Обычные пресные хлебы это вода с мукой. Потом идет мука замешанная с маслом. Так испекли хлеб. И третий хлеб опять идет мука с водой. Испекли пресный хлеб и помазали его оливковым маслом. Вот эти три вида хлебов положили в корзину. Маше повелел коинам одеть священной одежды. И описано, что облачил его все одежды. И в хошен, и в эйфот, и в мантию, и все-все одежды, и тюрбан, и циц пластинку первого священника подвесил. На тюрбан. Все это он сделал. То же самое делал коинам остальных. И после этого идет эта необычная жертва греха очистительная быка. Обычно греха очистительную жертву режут в храмовом дворе, свяжут ее и мажут возвышение по углам жертвенника все сожжения. Кровь выливается в основание жертвенника и жировые части сжигаются, а мясо коины обязаны есть. В данном случае проходит совсем другое действие. Начало тоже. Режут быка, обмазывают возвышение по углам жертвенника, так называемые рога жертвенника. Кровь выливает в основание жертвенника. А мясо и шкуру, и нечистоты, и все это сжигают на огне внестана. Это место, куда выбрасывается пепел. Это чистое место. И это удивительно. Обычно коины едят эту жертву. Действительно есть случаи, когда Тора говорит, что нам необходимо эту жертву жечь на огне внестана. Это мы читаем в книге во экран. Так, там совсем другое дело. Написано, если первый священник согрешит, нарушит какую-то заповедь, тогда кровь быка этого внесут в святилище и будут брызгать в сторону завесы, отделяющей святилище. Читая святых семь раз. А после этого обмажут углы жертвенника для ароматных воскурений золотого в храме. После этого кровь вылет на основании большого жертвенника. И тушу и мясо с нечистотами сожгут внестана. И такая же жертва идет за сангедрин. Если ошибется суд. 71 судья. Большой сангедрин. В этом случае тоже происходит. Тушу со всеми нечистотами, со всем сжигают внестана. И написано. Жертвы, кровь которых внесена в святилище, сжигаются на дне внестана. Но в данном случае происходит что-то необычное. Кровь никто не вносит в святилище. И коины не едят ее. И сжигают на дне внестана. То есть это жертвы специально предписанные. Это не постоянные жертвы. Это только при вступлении должность коинов. Завтра мы продолжим эту тему. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы. Яков Мимнахун, мою дядю Владимир бен Григорий. Леви бед Шмаэль. Хаямалка бад Йосиф. Мира бад Аврагам. В памяти Ури бен Харитон. Мендель бен Мендель. За здоровье Светлана бад Клара. Анна бад Ривка. Полина бад Соня Сура. Женя бад Ида. Анна бад Елена. Евгений бен Софья. Двойра бад Мирьям. Моисей бен Ева. Ирина бад Двойра. Инесса бад Маэль. Евгений бен Берта. Евгения бад Ита. За хороший шедух и здоровье Арон Ария бен Двойра. За хороший шедух Денис Беннахум. И за хорошую работу Денис Беннахум. Всем всего самого лучшего. До следующих встреч. Подписывайтесь на мой канал. Денис бен Редов. Продолжение следует...